А у нас в гостях сегодня Артём Хорин, сертифицированный коуч-конфликтолог. Это о том, что весна, пора влюбляться, и лучше делать это правильно. Вот родители у нас никогда не задумывались, как это делать правильно, а у нас уже есть коуч и всё остальное. Слушай, ну давай сразу же начнём с конфликта интересов, когда мужчине делать комплимент, тема сегодняшнего нашего утреннего шоу, вот Артём, может быть, нам пояснит. Как говорит одна из психологов, которая звучала на другом радио, она сказала, что мужчины пугаются, когда слышат в свой адрес комплименты. Конечно, сразу становится понятно, что-то нужно. Что-то нужно, либо женщина флиртует, либо женщина как-то неправильно среагировала, может быть, на какое-то его действие. Или разбила машину. Да, Артём, поясните, как действовать в такой ситуации, как реагировать всё-таки, чтобы не выглядеть напуганным. У нас здесь в студии три мужчины сидят. Давайте сначала поздороваемся. Давайте, Артём Холинский, ты фиксируешь. Здравствуйте, коуч-конфликтолог. Именно поздороваемся. Володь, меня с фан-фарами-то не надо так прислушать. Я аж... Я аж... Вот это комплимент был, комплимент. Вот сейчас я немножко затушевался. Отвечая на ваш вопрос, комплименты мужчинам делать надо. То есть с психологом я, наверное, согласен наполовину. Но ввиду того, что мужчинам непривычно, да, что им делали комплименты, это вот она назвала страх. На самом деле, мужчинам приятно получать комплименты. И вопрос, искренне ли эта девушка делает или женщина. И действительно, если мужчина ощущает страх, да, как там было сказано, или какие-то вот сомнения, то, возможно, да, под этим есть какая-то манипуляция. Я обещал поделиться лайфхаком, как отвечать, да, на комплимент. Фраза простая. Спасибо, мне очень приятно. То есть абсолютно нейтральная фраза, которая как раз выбирает вот эти состояния, которые были описаны. И универсальная фраза для мужчин и для женщин. То есть спасибо, мне очень приятно. Просто спасибо, мне очень приятно. Но только не вот так, Володь. А человек готовился, комплимент, в книжках рылся, даже не в интернете. А ему тут спасибо, приятно. Не такой интонации, Володь. С улыбкой, с лёгкой, спасибо. Мне очень приятно. И человек, всё, вот, и вся эта подготовка, она не зря. Кстати, вот вы задумывались, ключевая эта фраза, мужчина боится комплиментов или мужчина не умеет их правильно воспринимать? Вот какое там было зерно рациональности? Какой был посыл? Это к вопросу. Вот Саша озвучила. Какой там был посыл? А в чём проблема? Почему зародилась такая конфликтная ситуация? Ему делают комплимент, а он не знает, как на него реагировать. Дело в том, что мужчина не плачет. Это установка, которая с детства забивается. То есть забиваются все проявления каких-либо эмоций. И, к сожалению, похвала же мужчины. Ну, какая похвала, я же мужик. Зачем меня хвалить? Мне казалось, дело в третьем, то, что мы привыкли, что женщину нужно целовать, обнимать, на руках носить. А мужчина, как утюг, кнопку нажал, работает. Выключил, не работает. Положил в шкаф, закрыл, сидит себе закрытый. Вот, Володя сейчас озвучивает стандартные шаблонные представления о женщине и о мужчине. В этом живут 99,9% людей. Соответственно, нужно простравить немножко другую позицию, которая гораздо эффективнее. Но всё-таки существуют ситуации, когда даме, которая делает этот комплимент, что-то от мужчины надо. То есть это уже не искренний комплимент. Как разглядеть именно вот этот посыл? Хорошо, давай будем говорить так, что комплимент — это оружие управления, влияния. А если мы вспомним, что манипуляции слова переводятся с греческого по-моему языка как «управление», то комплимент — это инструмент управления, влияния. И в зависимости от цели, которую преследует человек, который делает комплимент, там надо разбираться, что за ситуация, кто делает, для чего. Давайте же разбираться. Примеры проблем, которые решают коучи на сегодняшний день. Каково их разнообразие? С чем можно обратиться к человеку? На самом деле коучей, ну, большое множество, и каждый определяет себя как хочет. То есть я, например, определяю себя как трансформационный коуч. То есть я человек, специалист, работающий с подсознанием и мышлением. Ну, а отношения, та тема, с которой вы меня сегодня пригласили, это под тема, под направление, потому что от мышления зависит вообще всё у нас вокруг, в том числе и отношения. Под дых такой вопрос. Обычно спрашиваем, как найти такого толкового, хорошего коуча. И вот такой вопрос. А хороший лав-коуч, так сказать, может быть одиноким по жизни? Я подскажу, что лав-коуч – это твоя именно выдумка сегодняшнего утра. Правильно будет лайв-коуч. То есть если ты берёшь это слово, жизненный коуч, то есть коуч, который работает с вопросами жизни. А вопрос по поводу, может ли он быть одиноким, ну, а почему нет? То есть сапожник без сапог, такое тоже может быть, собственно говоря, да? Тогда смотри, если ты задаешь вопрос, что коуч по отношениям, да, то, ну, опять же, тут по-разному может быть. А поскольку говорим мы об отношениях, ошибки в попытках выстраивать отношения, вот чаще всего сегодня у людей наблюдаются какие? Потому что, почему спрашиваю, да? Ведь считается, что раньше наши родители, да, вот разводов было меньше. Они как женились – раз. И потом не разводились никогда. Ну, иногда только, да? Потому что, а что скажут? Мы же не можем развестись, общество вот скажет, всё плохо. Ну, я бы не так сказал, там была другая система ценностей всё-таки. То есть отношения, они строятся, прежде всего, на ценностях. Но если отвечать на вопрос, основная ошибка, что прежде чем строить отношения с кем-то, как я говорю, да, нужно построить отношения с самим собой. И далее, второй момент, да, если брать как, ну, ошибки разворачивать в некие принципы, да, построения отношений, то нужно, прежде всего, понимать свои ценности, потому что отношения строятся на ценности. И зная свои ценности, ты уже будешь искать соответствующего человека, который по ценностям, как фундамент отношений, будет с тобой совпадать. Вот сейчас красная лампочка у многих загорелась. Что такое свои ценности? Ну, тоже красная лампочка загорелась. Доверие нет почему. Доверие, например, да, то есть многие не знают, что такое доверие, чем оно отличается от доверчивости. Это частый случай, что людям в начале работы надо объяснять элементарные вещи. Далее, уважение. То есть все на страстях строят отношения, на страстях, на эмоциях, да, то есть страсть, любовь, там, секс, вот это вот всё. Это всё выгорается, потому что это эмоции, это вспышка. А ценность уважения, например, семейные традиции, это тоже ценности. То есть узнать, какие были семейные традиции у тебя, да, и какие семейные традиции у твоей будущей, там, ну, это... Мне не нравится выражение «вторая половинка», это что-то про инвалидов немножко, да? Это что-то про части тела. Про части тела. Хороший фильм, кстати, про радиоведущих. Так вот, то есть семейные ценности, семейные традиции, это всё сейчас забыто, то есть две войны, революции, всё же нас отрезали от этих всех ценностей и родовых моментов. Но это всё вот, это всё фундамент. Ага, тогда, может быть, вообще не ставить перед собой такую цель, да? Вот мы пока вот вся эта вот химия, эмоции, страсть, секс и так далее, то есть мы себе даём 2-3 месяца на то, чтобы покуражить, а потом думаем, будем мы строить отношения или нет. Вот 2-3 месяца куражить, это в корне неверный момент, ты так и будешь дальше куражить. За 2-3 месяца надо узнать человека по тем моментам, по крайней мере, прикоснуться к этим моментам, которых я озвучил. А когда воспитываются ценности? Это идёт из детства, из семьи. Семья, да. То есть если, предположим, в семье отец кричал на мать, то мальчик, вырастая, собственно, будет воспринимать это... Ну, это норма. Это неадекватная вещь, да. Это нормой становится. Да, это правильно, это становится нормой. Почему я говорю, что, ну, вы если слышали, первое дело услышать свои ценности и сопоставить. То есть если у меня отец кричал на мать, для меня это является паттерном поведения, скажем так, я это буду реализовывать, эффективно это в моих отношениях орать на свою, там, не знаю, жену или невесту, или нет. Соответственно, вот здесь это конфликт ценностей. То есть да, чаще всего и вообще закладываются в семье, нужно через себя-то все-таки тоже пропускать эти моменты. То есть человек уже, получается, заложник, да, этой ситуации? Если для тебя эта норма уже так складывается по жизни, да, то потом куда деваться, собственно, как себя перевоспитать? Ну, я говорю об очень таких, наверное, высоких материях, да. Но работать со своими вот мышлением, со своими установками, смотреть, что было в семье, беру ли я это в свою семью, или иду и работаю с этим самостоятельно, с книгами, со специалистами и прочее, прочее. А бывает так, когда я брать-то, собственно, не хочу, головой-то понимаю, но тем не менее, я же ведь возвращен уже на этом молоке. Да, подсознательно очень многие паттерны поведения, то есть, ну, модели поведения, чтобы проще говорить, они передаются из семьи, поэтому это нужно отслеживать. Потому что есть я идеальный, а есть я такой, как есть. Идеальных не бывает, есть такой какой-то есть. А мне кажется, что все-таки есть идеальные люди, потому что вот именно я идеальный таким, каким я себя представляю, вот я не могу брать свои плохие привычки в свою семью, да? Для себя мы все, конечно же, идеальны, но есть хорошая фраза о том, что ты не есть то, что ты о себе думаешь, ты есть то, как ты проявляешься до других, и какую обратную связь ты получаешь от людей, от действительности, от ситуации. И вот туда нужно смотреть и сопоставлять, насколько это совпадает с моими, опять же, ценностями. И еще с теми результатами или той эффективностью, которую я хочу получить, потому что в отношениях есть цели. Без цели мы никуда, мы без цели не двигаемся. А вот есть те, кто всегда в паре, скажем так, да, а есть те, кто всегда без. Но дело же не в какой-то там энергетике в человеке. Дело же в голове, на самом деле, кроется самая основная причина. Вот кто-то всегда в отношениях. В ретроградном Меркурии все. Кто-то всегда почему-то без. Значит, то есть выражение, рыба гниет с головы, да. Соответственно, я, как человек, который работает с подсознанием и мышлением, утверждаю, и на этом базируется вся моя работа, что все от головы. Соответственно, как связать то, о чем ты меня спросил, с тем, что рыба гниет с головы? Для тех, кто в паре, нужно, точнее, для тех, кто не в паре, для тех, кто в паре, там все понятно. У них есть пара, они в отношениях, все окей, мы не рассматриваем эту историю. А вот для тех, кто не в паре, там нужно смотреть вообще всю историю. То есть вот эти самые установки и убеждения ограничивающие, они на каждом этапе могут вылезти. То есть на моменте, почему человек не может познакомиться. Вот этот чекпоинт, да, скажем, вот не могу познакомиться, все окей, работаем, что там за эти самые истории? Дальше, ну да, познакомились, например. Ну, встречаемся, и у нас не переходят дальше, там, как я пошутил, в горизонтальную плоскость, да. Да нет, мне кажется, что это как раз-таки у всех переходит, с этим все в порядке. Они с этой плоскости и начинают. Не скажи, не скажи, не скажи, нет. Потом из этой плоскости как-то нужно в другие плоскости. Нет, большая проблема, что действительно с проблемой сексуальности и всего этого. Слушай, а я весело живу, на самом деле. Ну, ты весело живешь у кого-то, да. А далее, там, из вот этих вот, как ты назвал, куражимся, да, 2-3 месяца. Да-да-да, а потом же все начинается. Дальше все-таки, например, там, мне не делают предложение, или я не могу сделать предложение, да, там, например, о чем-то более серьезном. Вот здесь всплывают какие-то, да, установки убеждения. Далее, там, мы входим уже в семейные отношения, там куча всего. Поэтому вот эта история, кто не в паре, там нужно смотреть, почему, из-за чего там это все происходит. И возвращаясь, да, ни в какой энергетике не дело, а дело, как ты спросил, как формулировка вопроса, да, дело в голове. Точка. А вот есть люди, которые просто не в паре, да, не встречаются, общаются в какой-то горизонтали, но дальше дело не идет, и, собственно, их это устраивает. Да. Хорошо это или плохо? Не знаю, что... Есть пословица, знаешь, что русскому хорошо, то немцу плохо. А хорошо-плохо нет такой... У меня нету такого фильтра, у меня есть фильтр эффективно-неэффективно, то есть по отношению к тем целям, которые ставит человек или пара. То есть если им хорошо без оформления официальных отношений, например, то есть свадьба, штамп, паспорте, кольца, ну, это их выбор. Например, если с семейной парой хорошо жить без детей, child free, да, есть такие ребята, которые официально заявляют, да, мы женаты, нам вот путешествие, красивая жизнь, но мы не будем заводить детей. Это их выбор. И почему, как бы, да или нет, плохо, хорошо. Живет себе, живет пара, вот так, как им симпатично, так, как им по душе. Но есть родственники, которые говорят, надо жениться, надо заводить детей, надо, надо, надо. Почему? Ну, потому что надо. А как относиться к этой ситуации? Ну, во-первых, вот конфликт тех самых интересов, это конфликт ценностей. То есть у более старшего поколения своя ценность, да, семья. И если семья, то подразумевает, что должны быть дети. И это навязывание, например. А у пары, ну, есть свой взгляд на жизнь. И, соответственно, вот он, конфликт интересов, о которых я говорил, о ценностях, да, например. Законспектировали. И дальше, да, и дальше вопрос, надо, должен и чувство вины, это псевдоответственность. То есть это тоже манипуляция через вот это надо, должен, виноват. Типа призыв к ответственности. На самом деле эти три позиции не являются ответственностью, а являются манипулированием. Вот еще такая интересная история. Калининград. Очень такой интересный регион, да, с точки зрения того, как люди проживают друг с другом эту жизнь. Ведь сюда приезжают, чем дальше, тем больше, люди из разных стран, из разных уголков, России даже, да, и привозят с собой разную культуру. Да. Но каким-то образом этим культурам нужно уживаться и выстраивать между собой отношения. Любовные, в частности, мы сейчас именно про них говорим. Не сложно ли в Калининграде, не сложнее ли в Калининграде с этим, чем в других регионах, где-то, допустим, под Нижним Новгородом? Ну, ты знаешь, сейчас, если, ну, ты знаешь, поток миграции в страну большой, да, и представители разных этносов, и как-то встречаются там, не знаю, русский, русская там, и, ну, не знаю. То есть это какая-то отдельная работа или, само собой, в большинстве случаев все само собой как-то случится? Ну, у нас, да, у нас это, надеемся на русский авось, значит, авось там что-то, и вот потом как бы, да. А если по уму? Ну, если, ну, естественно, это диалоги, это общение, то есть ценности, что-то там еще, вот это все постепенно через общение все это притирается. То есть я не говорю, что это невозможно выстроить хорошее гармоничное отношение людям из разных этносов. Вот буквально 20-30 секунд, если у людей разный менталитет, ну, вот такая любовь, вот менталитет, он каким-то образом может все разрушить в конце, если он разный? Не разрушить, а если люди ориентированы друг на друга, и они хотят быть вместе, то все возможно. Вот вопрос прямо по профилю, мне кажется. Давай. По данным исследований, более 50% браков в различных развитых, развитых странах заканчиваются разводом. Будущее после развода, вот каково оно у людей сейчас, вот с чего начать лучше всего, обнулиться, все забыть, или все-таки использовать накопленный опыт для того, чтобы жить дальше? Или пойти покупать кошек. С точки зрения шутки, да, после развода нет будущего, есть настоящее, Володь. Я пока не пробовал, не знаю. Ну, если так, смотри, вот опять же по профилю, я считаю так, и придерживаюсь этой линии в своей работе, что лучшее лекарство – это профилактика. То есть до развода лучше не доводить, то есть все-таки работать с собой, с партнером в рамках… Ну, ты знаешь, давай будем думать так, чтобы уже довели. Давай я мысль доведу до конца, да, спасибо. А вот, другими словами, то есть брать ответственность все-таки за отношения и не перекладывать ее на партнера, что чаще всего и делают люди, ну и в частности мои клиентки и клиенты. Так вот. Так вот сказали, дядя в радио умничает, потому что вот не будем далеко ходить, статистика вещь упрямая, 50% это разводы, стало быть, уже довели, что-то где-то не докрутили. И вот теперь мы после развода стоим такие, получив сертификат о расторжении брака, и думаем, чего делать. Ну так статистика, она для того же, чтобы сделать выводы так-то. Ну, идем дальше, хорошо, раз ты моделируешь ситуацию. Шутки, которые я сказал, да, что после развода нет будущего, есть только настоящий, есть очень много фактического. То есть что делают большинство людей после развода? Эй, погнали, и следующий прыг, а потом спустя какое-то время, 2-3 месяца куражимся, да, как ты в первой части сказал, и потом, ой, а почему это у меня все вот так же? Вроде бы это человек другой, а все то же самое повторяется. Вопрос к тому, что, помните, я сказал, рыба гнеет с головы. Так вот после развода первое, что надо делать, не обнуляться, как ты говоришь, а это 2-3 месяца куражиться, это не про это, а все-таки провести определенную работу над ошибками. То есть проанализировать свое поведение, поведение человека, на каком моменте возникла ситуация, которая именно и послужила причиной для вообще разговора о разводе, которая привела к этому всему. Это большая диагностическая работа с собой, чаще всего с собой, естественно, никто не делает, и к специалисту идти с этим стремно. Но все-таки я за то, что если уж случился развод, то моя статистика среди моих коллег, если ты не занимаешься, да, не работаешь с помогающим специалистом, то приведение мозгов в порядок после развода занимает от года до полутора, прежде чем вступать в новые отношения. Если ты работаешь со специалистом, то статистика сокращается, ну, примерно до полугода, это если интенсивная работа, ну, примерно до года можно себя перенастроить, понять вообще новые свои настройки и уже с новыми настройками идти искать себе нового человека для отношений как минимум. Ну, а вот некоторые люди еще продолжают общаться с бывшими, вот это же, наверное, срок еще продлевается, если они остаются в каких-то хороших отношениях, друзьями. Мы здесь не говорим там о детях. Ну, вот я и хотел сделать акцент, что, возможно, эта история с детьми, это здесь, ну, честно говоря, усугубляет где-то ситуацию, если есть дети. Если люди сохраняют с бывшими хорошие отношения, как раз у меня есть опыт, что я работал с парами, которые, ну, расстались в итоге, и моя задача была максимально экологично их, скажем так, развести. Да, то есть без битья посуды, без судов, без вот этого вот, всего вот этого, как бы так мягко выразиться в эфире. Спасибо, Александра, я всегда не сомневался в твоем широком лексиконе, вот, и, соответственно, экологично я это называю, все-таки разойтись, сохранив хорошее отношение, потому что главный принцип это сохранение отношений, потому что неизвестно еще, как тебе этот человек, ну, скажем так, пригодится в дальнейшем. Дайте подсалю, самое распространенное, это, конечно же, пьяный СМС. Далее о Насте в эфире, да? Так, сразу оговоримся, алкоголь это плохо, это фу, мы не привержены с этого. То есть, так-то вроде как официально, я против, мы разошлись, а вот по пьянке. Это эмоционально, это эмоционально. Привет, забери меня, я пьяненькая. Володькин, личные истории пошли какие-то. Ну, давай бытовею, пись, вот так вот, подождите, пись. Женщины Владимира Кайриса, возьмите его из эфира, пожалуйста. Так вот, это эмоциональные привязки, самая серьезная история, которой нужно работать с эмоциональными и сексуальными привязками, потому что эти центры в человеке самому формируют самую сильную привязку эмоций и секса. Вот знали бы, оставили бы для самого начала, да? А то в самом конце уже времени нет совсем. Ну, ребята, в следующий год, да. Поэтому, Артем, приходи еще раз. Да, займите с удовольствием, у меня еще тут куча всего вопросов, которые вы мне задавали, материал есть. Сертифицированный кауч-конфликтолог сегодня в студии радио Балтик Плюс, это утро мы провели вместе с ним. Артем Хорин на Балтик Плюс.